Всем доброе утречко! Мы тут в Цикории делаем сердечки с Никитой. Никита со своим любимым пледиком, как обычно. Так, я хотела рассказать по поводу рекламы на канале. Рекламы на канале я имею ввиду не та, которая от Google у вас всплывает. Я её не контролирую. Я имею ввиду та, которая у меня внутри канала. По поводу обзоров, по поводу чего-то, что я вам показываю. Хотела сказать, что реклама такая была, будет. И я только рада, что она у меня есть. Потому что мне нравится, мне хочется что-то пробовать. Будь то техника, косметика, какие-то вещи, домашняя одежда. Мне это нравится. И я с удовольствием принимаю на обзоры различные товары. Я их с удовольствием пробую. Я их с удовольствием рекомендую, если они мне понравились. Если мне товар не понравился, я его рекомендовать не буду. И мои зрители постоянные, они об этом точно знают. Возможно, у меня ещё, знаете, на обзор проплаченные рекламы, чтобы мне за что-то заплатили, не было ни разу. То есть мне это обычно, если что-то присылают, мне присылают просто бесплатно. Но за то, что я это покажу и я расскажу об этом своём мнении. А вот такого, знаете, я вам заплачу деньги и вы скажете, что это хорошая штука, я такие, в принципе, обзоры не беру. Даже если мне предложат что-то, даже если это будет реально хорошая штука, но мне изначально предлагают за это деньги, за то, что я скажу, что это хорошее. Я такие обзоры не беру и не собираюсь брать. Я реально давно попробую сама и должна, ну, какое-то своё мнение высказать. Вышли со Стёпой погулять, да, во дворе? Да, палочку мы не могли дома найти, она оказалась вот тут. От нашей палки-каталки, да? Мы тут игрушки собираем, хотим убрать уже отсюда. Сейчас холодно начнётся и дожди, скорее всего, будут. Нужно игрушечки собрать. Да, папа говорил, последний солнечный день два дня назад. Сегодня опять он солнечный день. Не особо холодно. Ну, прохладно, когда ветер. Но так вот, в принципе, нормально. Я Стёпе одела сейчас вот этот тёплый с начёсом костюмчик. И хорошо. У меня есть вот такие вот умные часы. Вот они. Я их дарила как-то давно Сергею, он их не носит. И сейчас он говорит, Настя, давай выкинем. Я говорю, ты чё, давай я носить буду. В итоге нашла сейчас свой заказ на Алиэкспресс, но сейчас товар недоступен. Я их заказывала, наверное, больше года назад. Их сейчас хочу найти, как бы скачать какое-то приложение или что-то, ну, чтобы они работали. Я их зарядила вчера. Попробую установить. В общем, я не нашла никакое приложение. Как они работают, я особо не понимаю. Вот, например, как мне настроить часы. Я вот так вот нажимаю, значит, дотрагиваюсь просто. Они мне показывают время. Ещё раз нажимаю. Вот он, всё, что тут должно быть, он мне всё показывает. Если я чуть дольше держу, он мне показывает, вот, шагов сколько. То есть в этом я разобралась. Если нужно зайти в эту функцию, нужно просто чуть дольше держать. Сколько километров я находила, сколько шагов сегодня я находила. Килокалорий сожгла. Батарейку показывает. О, измерил давление, прикиньте. Эта штука покупалась, не знаю, рублей за 300. То есть это недорогие какие-то часы. Это, ну, не знаю, может быть, 350 рублей на них потратила. Так, значит, она ещё давление измеряет. Что-то там светится, смотрите. А как же мне настроить часы и дату? Как мне настроить часы и дату? Расскажите мне, пожалуйста. Это единственное, с чем я не разобралась. Но это была бы полезная для меня информация. Сейчас у нас час 27. Он пишет 4.27. И дата февраль, 9 февраля. Тоже не очень удобно. Ладно, буду разбираться с этой штукой. Никита мне говорит, мама, одевайся, выходи, там малина. Иду смотреть. Тут Сергей с Андреем. Оп. Вот малина. Ничего себе! Целый куст, Никита! Здесь один, два, три, четыре маленькие. Вот так повезло, да? Четыре малинки. Ты созрела. Ну, рви её аккуратно неси. Стёпе, одну, одну тебе всем поделишь. Миша можешь одну оставить. Угу. Ну, тут три штучки, да, всего выходит? Ну, вот, как раз для вас, для троих. Есть ещё четыре. Ну, вот, для вас троих и одну мне поломанную. Стёпа, смотри, что тебе Никита принёс. Мариночка. Мам, вот твоя поломанная. Вкусная? Замолосил она вот. Маме вот такая, да, досталась? Мда. Бе-е-е-е. А это, стоп. Миша. Это маме досталась. А это Миша. Знаете, что у нас Никита распробовал? Лимон. Просто берёт кусочки лимона, вот такие вот, в сахар и кушает. Никита сейчас съел почти целый лимон. И говорит мне, знаете, с претензией. Мам, почему ты мне раньше не говорила, что лимон можно так есть, что он такой вкусный? Вот так. Так что скажите своим детям, что лимон можно так есть, что он вкусный. А то вдруг потом ещё обидится. Помните, я вам говорила, что Никита никогда не убирается, пока я не попрошу? Ну, это сейчас просто достойно влога отдельного. Смотрите, я подошла к комнате его. А тут сообщение. Это написано, идёт уборка. Идёт. Идёт уборка. Представляете? Я зашла, там было просто всё раскидано. А я заглянула. Никитулькин. Всё, убрал с пола. Ничего нет. Вообще, Никита. Такой молодец. Вот коробка. Здесь машинки. Здесь всё клеточки. Здесь телевизорки. Здесь и констерлары. Здесь и кубики. Здесь и книжки. Никита вообще такой молодец. Я вчера единственное, что вот книжечки немножко тут расставила. Никита, я прям горжусь тобой. И плед отнёс на место в мою комнату. Там он лежит у нас. У меня то ли в комментариях, то ли в личку спрашивали. Вот по поводу вот этого постельного белья с Василька. Говорят, что заказали. Оно пришло всё однотонное. Вот такое вот. И с изнанки вот другого цвета не было. Дело в том, что нужно смотреть именно на сайте, как написано. Такое должно прийти. Я когда это заказывала, там было нарисовано именно вот так вот. То есть оно было так загнуто. И был другой цвет нарисован. Поэтому я его заказывала. Да, есть у них там разные пошивы. И может быть постельное бельё только одного цвета. Так что всегда смотрите, что именно написано в описании. Никита даже кровать заправляет. Никита, какой молодец вообще. Что на тебя нашло? Соскучился что ли? Делать нечего. Мама телефон забрала, да? И стало скучно. Делать совсем нечего теперь. У Никиты даже список дел был написан. Представляете? Вот это, это просто... Я не знаю, что он написал. Залезть и заправить кровать. И убрать игрушки. А 32 доллара это что? Оплата тебе за работу? Нет. Я поняла, почему Никита убрал всю комнату сейчас. Просто он увидел в монтаже видео, что я показываю комнату. Смотрите, какая красота. Я только вчера думала о цветочках. Спасибо. Любимый снахер. Спасибо большое. Просто хотелось цветочки. Да, такая красота. Не надо, у меня там еще на даче. Представляете, видела вот такую вот веточку желтую. Одну веточку за 200 рублей продавали. Я так хотела ее купить, но что-то подумала, 200 рублей за одну веточку, это очень дорого. У меня они есть много еще. Ой, ну спасибо, спасибо. Пожалуйста, любуйтесь. Я сейчас поставлю, да. Будет красота у меня на окошечке. Миша еще в садике, да? Миша, да, еще в садике. Один Миша, один тебе. Да. Сейчас открою. А Степка спит. Степка спит, да? Да. Всем доброе утречко. Какой у меня шикарный букет. Хотела его первым кадром ставить, чтобы радовать глаза. Красота стоит на подоконнике. Курьер принес посылку с Азон. Здесь мои линзы. Я раньше линзы всегда заказывала в интернет-магазине очкарик. Там была самая выгодная цена. А сейчас заказываю на Азон, потому что на Азон дешевле, чем в этом очкарике. Я просто пользуюсь линзами не самыми дешевыми. Я бы вообще сказала, не дешевыми. Но, к сожалению, только они мне подходят. Я раньше пользовалась другими, но после родов с Мишей у меня начали краснеть глаза. Я уже рассказывала эту историю много раз. И я не носила долго линзы. Ну, не то чтобы не носила, я старалась их не носить, я бы так сказала. Но я не могу в очках, мне неудобно, поэтому линзы я все равно ношу. И я подобрала все линзы, которые мне подходят, и от них глаза не краснеют. Ну, вот эти линзы, они месячные. Три штуки стоят примерно полторы тысячи рублей. Продаются по три штуки, то есть, ну, как-то не по парам. Но у меня глаза разные, поэтому я беру сразу обычно две упаковки. Так, не могу открыть никак. В общем, пользуюсь теперь вот такими линзами. Пользуюсь я ими уже, выходит, около двух с половиной лет. Тихо, Никита. А Никита, пока я укладывала Степу спать, мне написал целый список того, что я должна сегодня купить. Сейчас покажу. В магните. В магните. Это главный слой, потому что в магните же скрипышей дают. Смотрите, во-первых, он сделал конвертик, говорит, мам, я научилась конвертик делать. А во-вторых, тут просто огромный список. Еще из этого списка я поняла, что Никита, ну, вот эти вот фрукты, овощи мы обычно покупаем. Тут картошка, лук, перец, лимон. Все вещи, которые мы обычно покупаем. Но четыре пачки сосисок. Две. Две пачки сосисок. Сосисок. Для меня было неожиданно. Потому что, ну, обычно мы... Я беру сосиски иногда, но очень редко, поэтому... Знаешь почему? Это такой бутербродик. Бутербродик, я поняла. Я как-то делала себе бутерброд, сделала. А Никита увидел, говорит, мам, я тоже такое хочу. В общем, сосиски туда порезала. Как-то быстро хотела перекусить. Давно было, да? Да. Ты до сих пор помнишь? Ну, ладно. Я раньше всегда сумки с собой вносила бальзам до губ. А теперь ношу кусочек масла какао. Губы смазала сейчас. Я сейчас просто курку надела в карман, раз, и руку. А там кусочек масла лежит. А еще беру с собой паспорт, потому что меня ждет в Сдеке посылка. И я не забыла совсем. Она мне там уже целую неделю ждет. Надо забирать. Там очень крутая вещь. Нет, 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 нет. Я шелку нашла красивую. Красивую? Да. У нас сегодня на улице уже прям прохладно. Утром, когда я Мишу в садик одевала, смотрела, было 0 градусов. А сейчас вот, мне кажется, градусов 5, может быть, 6-7. Вот так вот. Так что утепляемся. Никита в куртке уже потеплее, вдутый. Мишу я вообще надеваю зимнюю куртку, потому что она ему и нравится, и она... Ну, не надо 10 кофт надевать под низ. Обычную кофточку и зимнюю куртку, так удобно. Все, отвела Никиту на ментальный арифметик, и потом ему еще на робототехника. Вот он в среду бежит, только пятки сверкают. Я за ним еле успела. А сейчас мне надо в Сдек. Я, между прочим, заключила договор со Сдеком, и теперь посылки я довольно выгодно могу отправлять, так что если кому-то нужно не Почта России заказ отправить, а с Сдеком я вот могу теперь с удовольствием отправлю. Я когда отправляла вот эту вот камеру, на которую сейчас снимаю, из Курска, я через Сдек отправляла, оформила, оплатила всего лишь 285 рублей. Мне кажется, это очень выгодно. Обычно за такие посылки рублей 800 у меня выходило, если транспортной компании. Может быть, там 900 даже. А это я еще оплатила страховку. Страховка в размере 10 тысяч рублей. И вот это вместе со страховкой у меня вышло 285 рублей всего лишь. Я когда увидела, думаю, ничего себе, почему я раньше этого не делала, не заключала договор. Так, я дошла, надо маску надеть. Попросила мне сделать ручку. Вот так вот несу теперь. Она легкая посылка, но большая. Это мне кое-что интересненькое пришло на обзор. Наверное, в следующем выпуске, или через один выпуск, буду обозревать. Я прям очень хотела такую штуку. Никита Карандаша не пожалел, когда писал список. Я покупала все почти по его списку. И то я некоторые вещи не купила. Там перца болгарского не было, картошки не было нормальной. Вся какая-то страшненькая была. В итоге я сейчас еле-еле это несу. Просто гигантский пакет. И опять у нас летают вот эти вот голуби. Они каждый день вот так вот летают. На темном небе покажутся все белыми. На самом деле они не все белые. Интересно так кружатся. Красивые они. Итак, что я купила? Я ориентировалась вот на этот вот список. Но в магазине не было болгарского перца. Вообще не было его там. Потом морковку у нас дома есть очень много, поэтому я не взяла. Картошки я не взяла, потому что в магазине она была вся очень плохая. И лук я не взяла, потому что дома его тоже много. И красную рыбу я не взяла, потому что в магните ее просто не продают. Ну, такую на развяз, которую мы берем обычно. Ее продают в семейном магните, но я была в обычном у дома. И еще я от себя добавила горох, потому что сегодня делала гороховый суп. У меня последний горох закончился. И взяла еще две пачки вот спагетти. Тот закончились у нас. Итак, что попросил Никита? Бананы. А, вот это тоже я от себя взяла, от творожок. Он не просил. Никита что выбрал? Бананы, мандаринки, лимон. Еще взяла помидоры. Мандаринки, да. Еще взяла фейхоа. Я фейхоа никогда в жизни не пробовала, но Никита попробовал, сказал, что ему понравилось. Я спросила, больше понравилось, чем яблочко. Он говорит, нет, не больше, но возьми тоже. В общем, Никита яблоки в итоге все равно любит больше. Но фейхоа попросил взять сосиски. Сиса, говоришь? Сосиски две пачки, как Никита выбросил. Яблок много взяла, большие, хорошие. Взяла два больших граната. Я не умею выбирать гранаты, но надеюсь, они будут вкусные. Такие вот прям гигантские. Взяла лаваш. Никита у нас очень любит лаваш. Он трет сыр на терочке и в микроволновку кладет. Там все это расплавляется. Сам делает. Ему очень нравится. Да и мне так же нравится. Это он у меня и научился так делать. И огурчики взяла. Сегодня в Магните была проблема с пакетами. Все пакеты рвались, поэтому мне заводателю по два пакета. А на ужин у нас, чувствую, сегодня будет спагетти с сосисками. Ты мандаринку хочешь? Давай, почищем. Вообще, мандарины в Магните под Новый год они прям сладкие, они вкусные. Но вот сейчас осенью они еще никакие. Ну, не никакие, они кислые. Кислые, кислые. Сергей, я у меня аж самый глаз зажмывался, потому что я кислые не люблю. Он так вот перетернулся, и я такая же. Степ, тебе лаваш открыть? Лаваш, да, вот так показывает. Степа вместе с супчиком кушает мандаринку, да, Степ? Степ у нас хорошо кушает. Он очень любит кашки, супчики любит. Степ, что ты еще больше всего любишь? Мандаринки, да? Кушай, кушай, мой хороший. Знаете, что у меня в доме не хватает? Какой-нибудь красивой корзины для фруктов, потому что вот эта вот корзинка, которая стояла в том доме на кошке, она маловато все-таки уже для нашей семьи. И вот получается и тарелкой, и корзинкой, и все равно мало. Хочется какую-нибудь большую, такую полукруглую чашу, чтобы все помещалось. С Азона. Нам принесли заказ. Мы заказали вот такой вот выход для кота. Мы его поставим, уже Сергей открыл. Барсик называется. Сергей его поставит на выход, на веранду вот эту вот, которую он делает. Я показывала маленькое отверстие, вот там будет выход для кота. Вон, там, вон. Вот где квадратик, там будет выход для кота. Сергей уже подразмер сделал. Сейчас там что-то зажал, заклеил. Смотри, Сереж. Да, он немного подразмера. Да? Будешь его переделывать как-то? Не, все уже нормально. А, ну, хорошо. Сказать? Не, у меня Степа, по-моему, какать собрался. Вот так будет здесь выход для кота. Я вот думаю, еще одну такую купить дверцу. Если сильно дуть будет, и с этой стороны еще поставить. Вот так. Ну, посмотрим. Терпение и труд все перетрут. Вот я сейчас минут, наверное, 10 оттирала все-таки свой чехол, оттерла средством для снятия лака. Там был просто слой такой, знаете, миллиметра два. И он был мягкий. Я просто промочила его хорошо. И оно все это намокло. И только тогда начало отходить. Сейчас буду клеить вот такой вот новенький держатель. У меня такой же был. Я без них просто не могу. Очень удобно. С ними телефон держится. Можно его и поставить на бочок, если там нужно что-то посмотреть. Обожаю их. Я такие штуки заказываю на Алиэкспрессе. Они там стоят рублей 20-25. Вот. Постоянно меняю. Вот так вот я обычно ношу телефон. Мне очень нравится. Очень удобно. Если нужно, вот здесь вот я достаю до кнопки камеры. Вот здесь кнопка блокировки. Все удобно. У меня нет пленки еще на телефоне. И я ее специально отклеила, потому что у меня телефон такой полукруглый. И пленка из-за чехла как раз таки отклеивается сама. Очень неудобно, когда по бокам немножко пленка отклеена. Ничего не видно. И там еще тачскрин не так хорошо работает. Поэтому я ее отклеила. Хожу без пленки. Но зато с обратной стороны в чехле. Опасно, конечно. Вот такой вот бутерброд любит Никита. Здесь хлеб, потом сосиска, потом сверху помидорки и сверху все это сыром. Засыпанное. Ну, сейчас я прям кусочки положила, а не посыпала. И в микроволновке это все расплавляется. Однажды я себе такое сделала. Никита увидел. Говорит, мам, я тоже хочу. Вот ему понравилось. Я ему даю. Ничего вредного тут особо нет. Ну, если не считать тех же сосисок и хлеба, которые, в принципе, не особо полезны. Вот. Когда мы покупаем сосиски, то Никита вот такой вот бутерброд себе всегда просит. Сейчас уже придет. Сделаю ему заранее. Ну-ка. Малефисентр. А у меня здесь Салли. Салли, а откуда ты знаешь? Правда, Салли. Салли. Вот и Салли. Я знала, что это Малефисентр и Салли. А это Салли. А у тебя джинн. Я знаю. Там 25. Вы сегодня, смотрю, одинаковые кофточки надели, они даже не сговаривались. Миша утром ушел, а Никит не видел. Да, у тебя другая кофточка. Знаете, как у нас первое правило, когда дети едят гранат? Они должны раздеться, потому что брызгает, он у них видит, сделает, а потом кушает. Никит, вкусный гранат? Не надо. Еще тебе? Сейчас, накрошу. Степ, вкусно? А Степа отковыривает сам, а особо не кушает. Ну так, по чуть-чуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!